Здравствуйте! Одним из основных направлений работы нашей компании является предоставление миграционных услуг иностранцам. Многочисленные граждане иных стран приезжают в Украину с целью ведения собственного бизнеса и работы в украинских компаниях. Мое сегодняшнее обращение будет направлено на аудиторию иностранных граждан, которые желают трудоустроиться в Украине. На сегодняшний день трудно получить желаемую работу гражданину Украины при уже имеющем образовании, навыках и знаниях государственного языка. А вот иностранным гражданам в Украине еще сложнее, особенно тем, кто не владеет украинским или хотя бы русским языком. Именно с такими иностранцами работает наша юридическая компания, специалисты которой профессионально и качественно предоставляют услуги в вопросе получения разрешения на трудоустройство иностранцев или лица без гражданства в Украине. Граждане иных стран на территории Украины могут работать только при наличии у них разрешения на работу, которое можно получить в центре занятости. Нет обязанности получать разрешение только тем иностранцам, которые уже живут в Украине и имеют постоянное вид на жительство в Украине. Полная процедура получения разрешения на работу предусмотрена законодательством Украины, а именно законом Украины о занятости населения. Данный закон выделяет категории лиц, которые в обязательном порядке необходимо оформить разрешение на работу иностранцу. Например, наемным сотрудникам или высокооплачиваемым профессионалам. Среди этих категорий законно определяет также иностранцы, в отношении которых применяются особые правила при оформлении разрешения на работу в Украине. Например, высокооплачиваемые специалисты или же учредители, бенефициары юридического лица, которые созданы на территории Украины. Основными документами для разрешения на работу являются нотариальный перевод заграничного паспорта иностранца, заполненное заявление по установленной форме, подписанное работодателем, проект трудового договора с иностранцем, обязательно заверенный работодателем, доверенность от компании на человека, представляющего интересы компании в госструктурах, по вопросам получения разрешения на работу, а также фотографии иностранца 3,5 на 4,5. Собрав все необходимое, нужно подать документы в Центр занятости через Центр предоставления административных услуг. Решение по вопросу выдачи иностранцу или лицу без гражданства разрешения на трудоустройство в Украине принимается на протяжении 7 рабочих дней, плюс выделяют 2 дня на обнародование результата. Если все прошло хорошо и ваше заявление удовлетворили, то вы получаете свое разрешение на работу. С момента обнародования положительного решения необходимо платить госпошлину за выдачу разрешения, и здесь необходимо быть внимательным, так как размер квитанции за выдачу разрешения на работу привязан к размеру минимального прожиточного минимума для работоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года. Также очень важно не забыть подать Центр занятости заверенную копию работодателям трудового договора. На это дается 90 дней. В ином случае разрешение на трудоустройство в Украине для иностранца будет аннулировано, и стоимость уплаченных квитанций за выдачу разрешения не возвращается. После получения разрешения на работу у иностранца возникает возможность оформить себе временный вид на жительство в Украине в соответствии срока, на который было получено разрешение на работу. Разрешение на работу также можно продлить в действии, пройдя предварительные процедуры в том же Центре занятости. Для воизбежания ошибок при оформлении разрешения на работу и с целью экономии вашего времени и нервов рекомендую вам обращаться в нашу компанию. Будем рады вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!